Департамент по вопросам гражданской защиты населения Запорожской облгосадминистрации информирует о том, что завтра, 13 ноября, с 10 утра до половины 11-го будет проходить проверка средств оповещения с включением электрических сирен. Граждан просят не паниковать. Это учебная тревога. Запорожские транспортники готовятся к зиме. В облгосадминистрации прошло специальное совещание, посвященное вопросам безопасности пассажироперевозок. Представители Украфтодора уверяют, заготовлено необходимое количество антигололедных средств. Есть проблемы с закупкой топлива, однако имеется его запас на случай чрезвычайных ситуаций. Также заявляют, техника к зиме в принципе готова, однако есть определенные проблемы. Если последние два года в службе автомобильных дорог или в целом Украфтодору активно помогали военные и МЧС, но сегодня мы предупреждены о том, что, ну вы понимаете, с какой обстановкой военные полностью отходят с автомобильных дорог, за исключением зоны той, которой они занимают там и наши два района попадают в ту зону. МЧС также приведено, или у них есть свой приказ, который в течение 8 часов должен сняться и обеспечить свои задания. Поэтому практически мы на местах остаемся сами вместе с ГАИ. По словам чиновников, еще одна проблема, с которой область входит в зиму, де-факто парализована работа Украфтодору. Украфтодору автотрансинспекции, структуры призванной контролировать и проводить профилактическую работу с перевозчиками. В учреждении надеются лишь на сознательное отношение самих водителей к вопросу подготовки транспорта к зиме. Для экономии бюджетных средств финансирование Украфтрансинспекции, как и других инспекций, урезано более чем 70%. На данный момент штат инспекции состоит из 18 человек. Из них 16 человек находятся в отпуске без содержания, то есть не получают ни копейки. Работает по большому счету юрист и бухгалтер, который выполняет обязанности секретаря, то есть инспекторский состав весь находится в отпуске без содержания. Субтитры создавал DimaTorzok